Всем шалом из Израиля, а точнее Бокертов! Доброе утро! Сейчас на часах 5.50. А это значит, что я выдвигаюсь на работу, на прямой эфир на Радио Река. Это русскоязычная радиостанция, которая работает у нас в Израиле. Если вам интересно, что делают радиоведущие во время того, как звучит песня, и как мы готовимся к эфирам, оставайтесь на этом видео. Поехали! Вот такие у нас красивые восходы в 6 утра. Еще очень раннее утро, на дорогах практически нет машин, потому что, во-первых, у нас праздник в Бесах, и очень многие израильтяне отдыхают в эти дни, а во-вторых, даже когда я еду в обычные дни, все равно, конечно же, машин в 6 утра еще очень мало. Я уже подхожу к работе, обязательно требую чашку горячего кофе. Кстати, здесь не только радиостанция Река, здесь есть и другие радиостанции, а самое главное, здесь находится штаб Евроведения. Раннее утро, редакция еще пустая, и здесь все готовятся к своим эфирам. Мы спешим на эфир, и, конечно же, с собой иврита и отличная пресса. Заходим в студию. Вот по этим коридорам мы подходим к нашей студии. Здесь идет не только радиоэфир, но и видео, поэтому есть рубашки специально для ведущих. И вот эти значки обозначают, что здесь идет прямой эфир. В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете радио Канрека Колес Раэль. Студия Ольга Сафонова. В эфире новости. Женщины находятся в критическом состоянии. Женщины в состоянии средней степени. Нет, знаешь что, давай дадим Смьян. А, самую первую? С главарой, как вы говорите. Теперь давайте фотографироваться. Как сообщает BBC, с начала организованных протестов, более тысячи участников по всему Лондону более арестованы полиции. А кто? У нас Сапсан. А у вас кто? Сапсан, ртуть отравились. А у нас вообще все. Написано, выборы зачерпнуты, коалиция зачерпнута. Сейчас Рамадан, затем написано Крисмос, затем написано праздники, и последняя дата это Новый год. Да, мы как раз с тобой тоже говорили уже до этой карикатуры, что скорее всего будут летние каникулы, и потом продолжение. Новый год, как сейчас уже принято называть это в Израиле. В общем, тоже так вошло. Мне понравилось, что этот праздник вошел в реестр всех праздников. Да, это приятно. А мы продолжаем с темой Евровидения. Уже остается меньше трех недель до конкурса Евровидения, который пройдет в Тель-Авиве. Впервые это состоится в Тель-Авиве. И газета «Израилеум» уделяет этому немалое внимание. Уже конфликты, как всегда, вокруг этого конкурса. Дело в том, что в 1979 году, как я уже сказала, с песней «Аллилуйя» победил коллектив «Халав Удваш» и «Галя Атари». То есть их тогда объединили, и они выступали на конкурсе вместе. В этом году у нас в Израиле выступит одна «Галя Атари» без трех мужчин, которые выступали вместе с ней на Евровидении. Немного музыки и продолжим пока. Так, что у нас? У нас еще 52 минуты обсуждения новостей. Ого, а там уже... Мы уже так и туда. «Роллинг Стоунс» прозвучал в эфире. Кан Река с песней «Браун Шуга» «Коричневый сахар» из альбома «Стики Фингерс» именно в этот день, в 1971 году, группа «Роллинг Стоунс» выпустила этот самый альбом «Стики Фингерс» о том, что еще произошло в этот день, 23 апреля. О том, кто родился в этот день, мы сейчас узнаем сразу же после заставки. Это, которое привлекло мое внимание, в 2005 году. То есть всего 14 лет назад, 23 апреля, на YouTube был загружен первый видеоролик. Первый в истории видеоролик, и назывался он «Я в зоопарке». Длился он 23 секунды. Я посмотрела это видео. Это друг одного из основателей сети YouTube. И он стоит в зоопарке и говорит, вот сейчас я нахожусь в зоопарке, за моей спиной находятся слоны. И это все, что мне есть сказать на данный момент. Это первое и единственное видео, которое было загружено на данном канале. У него огромное количество, миллионное количество просмотров. Сегодня, кстати, YouTube считается уже второй поисковой системой после Google. И это то, что произошло всего лишь за каких-то 14 лет. Это невероятный прорыв. Да, помнишь, еще сначала в YouTube можно было только короткие ролики ставить, до 10 минут, по-моему. Потом начали делать более длинные. А молодежь сегодняшняя, подростки, они вообще используют YouTube как социальную сеть с подписками, с обменами. С общением, да. И я тоже пытаюсь не общаться к молодежи. И мы завершаем на этом программу «Доброе утро, Израиль». Юлия Чепелева и Юлия Цодекс были для вас специально здесь эти 2 часа. Завтра, по традиции, через 22 часа мы будем здесь для вас. Евгений Лизерович, Ида Гельфанд, Яна Кантор, наша команда. Встретимся с вами завтра в 7 часов 5 минут. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Кан-рекорд в течение всего дня. Счастливо! Счастливо и пока! Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам еще интересны вопросы, телевидение или радио, пишите, буду рада отметить. Все-таки 10-летний опыт, как-никак. Справа вы увидите видео, которые вам тоже могут быть интересны. Буду рада вашим подпискам, вашим комментариям, вашим вопросам. Оставайтесь со мной на канале. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...